Всем привет, меня зовут Таня и я снова рада приветствовать вас на своем канале и в этом видео я хочу вам рассказать про свою вечернюю рутину, но для начала нужно переодеться. Я очень люблю ухаживать за своей кожей, поэтому много времени провожу в ванной, ухаживаю за своим лицом, телом и волосами. Итак, первое, что я делаю, это смываю макияж, беру ватный диск, мицеллярную воду, у меня от Биодерма и смываю макияж. Для того, чтобы смыть макияж с глаз, я прикладываю ватный диск и держу так несколько секунд. Смывать косметику нужно очень тщательно и вот что у меня остается на ватном диске. Далее закрепляю волосы, чтобы они мне не мешали в дальнейшем уходе. И следующий этап это гель для умывания. У меня он от CeraVe, ему уже, наверное, где-то год. Он очень экономичен в использовании, но я больше люблю пенящиеся умывашки. Кстати, смывать макияжную воду гелем или любым средством для умывания нужно обязательно. Умываюсь и приступаю к уходу за зубами. Я использую электрическую зубную щетку, а ирригатор, который я показывала вам в своем самом первом видео, остался в прошлой квартире. Следующий этап это эссенция от H2O. Я ее использую в качестве тоника. Тоник является еще одним этапом очищения кожи, выравнивает ее PH и готовит ее к дальнейшему уходу. Также остатки тоника я наношу на шею. Следующим этапом моего ухода является нанесение сыворотки. Я ее, кстати, заказывала на самокате. Она стоила очень недорого. Сыворотка с витамином С. Витамин С помогает коже выглядеть более отдохнувшей, более свежей. Наношу ее на кожу и припечатывающими, прихлопывающими движениями я помогаю сыворотке впитаться. Далее я наношу ночную маску от Доктор Джарт. Маска это питающая и мне очень нравится ее консистенция. Эту маску я вам действительно советую. Все продукты я стараюсь наносить по массажным линиям от центра к периферии лица. Следующий очень важный этап ухода, о котором многие забывают, в том числе и я, это увлажнение зоны под глазами. Он помогает предотвратить лишние мимические морщинки вокруг глаз, в уголках и так далее. И далее я наношу бальзам для губ. Его очень важно наносить в холодный сезон, когда губы обветриваются, трескаются. Также если вы пользуетесь карандашами для губ и матовыми помадами, также не забывайте про бальзам. А далее я перехожу к увлажнению шеи из зоны декольте. У меня для этого есть специальный крем, но его использовать не обязательно, можно просто пользоваться кремом для тела. Сейчас девушки очень часто закалывают себе так называемые кольца венеры. Наша кожа с возрастом начинает производить меньше коллагена, из-за этого она теряет упругость и появляются так называемые кольца венеры. Именно поэтому я советую вам дополнительно увлажнять эту зону. Далее на ресницы и брови я наношу сыворотку для роста волос. Если честно, я не знаю, помогает ли она на самом деле, потому что я не настолько наблюдательная, чтобы отследить это. Поэтому этот этап я зачастую пропускаю. И далее я беру вот такой вот ролик для лица и прохожусь по тем же самым массажным линиям. С помощью него мне также нравится охлаждать область под глазами. Я также люблю ухаживать за своими волосами. И для этого я использую сыворотку от Анастасии Сидоровой, которая называется активатор роста волос. Могу сказать, что после ее использования у меня действительно начали отрастать baby hair, маленькие волоски. Я наношу обычно три пипетки средства на всю голову и делаю небольшой массаж. Минут пять достаточно. А на кончике волос я наношу сыворотку от Олин. Очень классная, имеет очень вкусный запах. Она вообще называется флюид реконструктор, но по ощущениям похоже на масло для волос. Основное количество я наношу на кончике и остатки уже распределяю по длине. И последний этап ухода это увлажнение тела. Я беру крем для тела от Еленский. Невероятный аромат и наношу его на тело. На этом мой уход закончен. Я надеюсь вам понравилось это видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok